Назван продукт, вызывающий рак. Он есть на новогоднем столе почти у каждого. Как утверждают ученые, не все продукты, которые оказываются на праздничном столе, полезны и безопасны. Некоторые из них вызывают тяжелые и даже смертельные заболевания, такие как рак желудка и кишечника. Причем ситуация настолько серьезная, что исследователи обратились к правительству Великобритании с требованием запретить эти продукты. Речь идет о мясных деликатесах. Само по себе мясо, если оно свежее, никакого вреда здоровью не причинит. Но многие мясные изделия содержат нитриты. Это химические соединения, которые содержат один атом азота и два атома кислорода. К примеру, нитрит натрия имеет формулу натрий-НО2, нитрит калия – калий-НО2. В пищевой промышленности большой популярностью пользуется именно нитрит натрия или натрий-азотистокислый. Для многих людей он больше известен как пищевая добавка Е-250. В мясную продукцию нитрит натрия добавляют в качестве консерванта, который увеличивает срок ее годности. Причем это химическое вещество препятствует росту вредных микроорганизмов, в частности, таких опасных бактерий, как клостридиомбаталином, которые вызывают смертельно опасное заболевание – ботулизм. Но это не единственная причина, из-за добавка Е-250 во всем мире получила широкое распространение. Наверняка вы обращали внимание на то, что мясные деликатесы, которые лежат на полках магазинов, то есть балыки, бекон, всевозможные сыровяленые и сырокопченые колбасы, имеют красивый яркий цвет. Но если вы попробуете приготовить эти же блюда в домашних условиях, то их цвет будет совсем не таким привлекательным. Как вы наверняка догадались, своим товарным видом мясные деликатесы обязаны тоже пищевой добавке Е-250. Нитриты в мясе реагируют с белками, в результате чего изменяют его цвет. По словам самих производителей, неподкрашенные мясные изделия люди неохотно покупают. То есть отчасти мы сами виноваты в том, что производители мясных деликатесов используют в них опасные химические вещества. Добавка Е-250 имеется не только в беконе и мясных деликатесах. Ее также можно встретить в полуфабрикатах, сосисках, различных видах вареных колбас. Поэтому опасность может скрываться даже в традиционном новогоднем блюде – салате оливье. Поэтому прежде чем приобретать то или иное мясное изделие, стоит внимательно изучить его состав. А еще лучше, готовить мясные блюда самостоятельно из свежего мяса, советуют эксперты.